всем привет всем привет у меня на канале мы семья которая живет в доме и которая озадачилась а где бы нам взять бассейн лето жарко надо купить его согласны вот мы и купили смотрите как красавчик он стоит там но перед тем как купить бассейн подумайте для чего он нам нужен то чтобы устраивать заплывы или что просто полежать как в джакузи просто поваляться чтобы устраивать заплывы вам нужен как минимум тонн на 20 наверно такой большой каркасный бассейн если просто поваляться как жакузи отпустить ребенка не боять что он утонет вам будет достаточно вот такого небольшого сейчас я покажу коробку как выглядит мой бассейн вот мой бассейн называется он best way к сожалению тут купила в леруа по жуткой распродаже там самый низкий цен на него 1700 рублей стоил размер у него смотрите 240 66 и все 240 это в диаметре 66 это высоту так расскажу я вам как я выбирал бассейн да то есть мы живем в россии и вот реально у нас наверно в россии всего лишь две фирмы есть это индекс и best way вот он нарисован best way вот так да индекс это проверено хорошая давнишняя дорогая фирма best way это немного подешевле фирмы но ты знаешь она плохая я тоже сначала думал нет не буду его покупать но я купил и обрадовался смотрите так рассматриваем best way то есть казалось мне до покупки что он соответственно мягкий или прозрачный принципе достойное основание вот эта надувная штука сложа достойная есть сливы и есть тут можно для слива тоже то есть это очень для слива это для фильтра да ну и это для слива как рассказываю наши нужды и потребности которые нам хотелось в этом бассейне во первых мы хотели сами поваляться то есть мы понимаем что нам каркас на здесь не нужен потому что мы здесь всего лишь год живем но это уже другая история то есть нам нужен временный бассейн каркасный нам не выгодно потому что не хочется куда-то возить его и так далее потому что мы отсюда переедем в следующем году вот поэтому мы выбрали выбрали именно надувной итак то есть перед тем как выбирать все смучаются с размером что купить какой купить получается что то есть есть вот эти бассейны 240 метров и есть чуть меньше они соответственно там очень 900 рублей не стоили этот стоил тысяч 700 по какой-то хорошей распродаже ну в тот маленький который меньше двух сорока метров это на больше детский то есть или он залезет один человек ну и максимум один ребенок потом следующий размер идет это уже 240 следующий размер идет около трех метров в принципе в индексе тоже по подобное все размеры до следующий размер 33 метра но там уже гораздо больше воды и скажу честно на семью из двух человек и одного ребенка даже пускай будет у нас два ребенка если вот за глаза два с половиной метра то есть потому что например если этот стоил 1700 рублей следующая модель стоила порядка в два раза дороже 3000 рублей то есть переплачивать ческать не стоит вот и там все с видео ставлю то есть влазит спокойно два человека и один ребенок даже пускай два человека и два ребенка спокойно влезет заплыва вы здесь точно не сделаете ну вы не в любом надувном бассейне сделать заплыва поэтому для заплывов нужно покупать 20 тонный бассейн огромный каркас но на это уже другая история я буду хвалить этот бассейн то есть еще подумайте что каждый бассейн он расходует определенное количество воды наполняемость да то есть в этом бассейне несмотря на его маленький размер а наполняемость 2 2 тонны 2 тонны воды и так подумайте откуда вы будете брать воду то есть первый вариант вы воду будете брать из водопровода будьте за нее платить если у вас подведен водопровод в доме да ну сколько там платят ну пускай две тонны воды стоит 60 рублей да вот но это здорово если есть водопровод вы можете без проблем пользоваться но если нет водопровода у вас соответственно есть скважина или колодец то есть если у вас есть скважина не забывайте что есть разные скважины разные колодцы в среднем в колодце вы имеете право взять воды не больше 500 литров в час в скважине расход воды должен быть не больше 100 литров в час то есть две тонны мы будем набирать из колодца сколько 4 часа и из скважины две тонны мы будем набирать по 100 литров в час 20 сколько 2 2 на 120 часов получается сутки до чтобы ваша там скважина или бассейн не обрушил скважина или колодец не знаю не обрушилась мы кстати вот даже наш небольшой двухтонный бассейн набирали из колодца тоже не мы не подумали про это и что получилось у нас пошла глиняная вода мы половину набрали чистой воды и половина у нас был пошло потом с глиной вода и в итоге все две тонны насмарку мы через неделю ее слили потому что мы как в луже купались вот поэтому подумайте как вы будете набирать через что набирать и к и даже пускай следующий размер уже бассейн идет он уже вмещать 3 тонна а соответственно 3 тонны вы будете набирать гораздо больше то есть таким-то ножом вы можете запросто испортить свой свой источник воды вот это с чем мы столкнулись потом с чем мы еще столкнулись это основание у нас участок смотрите он вроде ровненький да но на самом деле ничего не ровненький я вот тут сделал следующее я из остатков досок меня вот на на всю длину лежит подиум на все два метра 40 сантиметров да то есть 270 то сверху я накрыл такой пленкой ну просто чтобы скрыть потому что с разные разные кусочки тут меня подставочка скажу что это очень важное для бассейна потому что изначально я так себе и подиум сделал но был с легким наклонен и когда мы первый раз набирать бассейн он у нас стоял неровно и бассейн не мог даже целиком наполнится он наполнился на две трети потом он испортился начинал выливаться потом когда мы спустили соответственно и заново мы набрали цепь выровнялся буквально по уровню и все хорошо теперь можно спокойно то есть если вы на кривую поверхность ставите бассейн то вместо 66 сантиметров вы получаете высоты вы получаете дай бог там 50 да то есть теряете поэтому по подготовке именно к основании очень отнеситесь ответственно а если вернемся к фирме вернемся к фирме best way или индекс да что лучше честно сказать ну все одинаково полезно как может не повезти с индексом может не повезти с best way им да кто-то пишет что у него вот эта верхняя штучка сдувается кто-то подтекает да ну как это как повезет да то есть и смотря куда вы положите поставите его на какую поверхность кстати под любым бассейном вот у нас есть рядышком бассейн если вы поставите просто на траву вот детский там есть трава сгнивает вот тут было место буквально бассейн простоял неделю и уже там все сгнило к чертям собачьим так что под этим тоже будет такая большая проплешина даже на несмотря на подиум кстати подиум лучше сделать можно из фанеры сделать а можно взять плиты спиненого полистирола купить то есть посчитайте сколько вам нужно то есть вам если диаметр 240 то соответственно вы должны понимать у вас должен должно быть плиты 20 там 260 на 260 то есть если вы все-таки решились большой бассейн что я не советую делать ну то есть особой разницы вы не почувствуете вы не почувствуете глубину вас просто будет лужа в ширину больше но если вы живете втроем то нафиг и не нужен большой бассейн нафиг то есть еще главная особенность бассейна это вода вот у нас там вода постояла буквально четыре дня и вот видите она уже непрозрачно стала то есть есть вариант может добавить перекись водорода ну и купить фильтр то есть фильтр в любом случае покупать надо я еще не купил вот все-таки хочу куплю потому что набирать бассейн это проблема то есть и во вторых ты набираешь его холодной водой ты набираешь из колодца холодной водой и она потом греется целый день то есть один день ты не можешь у него залезть то есть ты теряешь день вот получается перекись мы тоже еще пока не купили но скоро купим и поэтому то есть перекись и фильтр обязательно но фильтр смотрите на маленький бассейн и говорят надо там маленький фильтр там 2 2 куба или один куб берите большой фильтр 3 3 кубометра в час чтобы было оборот оборот у него быстрее очистится и будет хорошо вот смотрите вот видите вода она простояла у нас 4 дня она прозрачная но все-таки такая видно что маленько мутная стала но у нас нет фильтра то есть накрывать или нет то есть тратить там тысячи рублей на какую-то пленку ну наверно лучше купить все-таки какой-то обычный материал и не тратить деньги мы ничем не накрывали потому что у нас нет деревьев мухи только сверху нападали мы взяли детский сачок и мухи мух там собираем всякие есть энергосберегающие одеяла ля 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 это больше для бассейнов которые большие да то есть мы в маленький бассейн запускаем горячую воду у меня идет шланг сейчас покажу то есть утром все равно вода прохладная я сюда подключил к обычному шлангу горячую воду я опускаю и запускаю туда горячую воду которая греет у нас водонагреватель на 50 литров здесь маленький но тем не менее этого достаточно чтобы чуть-чуть повысить градусы бассейна и так краткий тезис этого выпуска бассейн выбирая между индексом и бествием вот честно сказать не тратите деньги выбирайте бествей то есть индекс в два раза дороже ради чего то что он прослужит там на год больше не факт или два раза больше и здесь это в этот у меня подписчики пишут что у них такой бассейн прослужил пять лет да то есть вряд ли индекс прослужит десять лет за эти деньги второй тезис выберут на выбирать нужно площадку площадку ровная по уровню и делаете подиум или из фанеры если у вас что есть да или спинного полиэстирола это обязательно потому что даже если площадка будет чуть-чуть кривая она не позволит вам набрать воду до полного до всех там 66 сантиметров ну который в данном категории бассейны третий тезис объем бассейна да то есть не думайте что 3 метра 40 сантиметров или там три метра ровно там принесет вам больше радости чем 240 вот 240 на семью из трех человек вполне достаточно даже четырех человек даже не фанатейте если хочется плавать вам такие бассейны не подойдут рассматривайте каркасные большие там двадцати тонны бассейны как и этот бассейн плюс еще один тезис он безопасный может спокойно отпустить ребенка он вот у нас дочка сама залазит сама вылазит и нам не страшно то есть она там не утонет в большом каркасном там еще лесенка забираться то есть надо присматривать ну здесь тоже конечно присматривать но тем не менее он более безопасный следующий тезис это вода откуда вы убрать будете брать из колодца колонки или водопровода то есть например если вы много воды две тонны возьмете с колодца вы испортите можете колодец колодец и скважину так же если у вас есть такой источник водопровода хороший да то есть вы просто заплатите сколько там за тонна воды там стоит 50 рублей а плюс водоотведение наверное вам обойдется это все в 100 рублей тонна в 200 рублей на качка бассейна если вы не воруете воду обойдется у вас вот фильтр обязательно для любой бассейн ну потому что менять часто воду это проблемно потому что свежая вода нагревается один день ну и сливать ее куда перекись водорода это не такая уж сильная химия лучше все-таки взять чтобы вода им была не мутная вот у нас уже такая мутненькая и на дне уже ил скапливается ну потому что первых она может быть изначально из колодца не ахти да то есть а вот тут через четыре дня начинается болот сообразовываться тем более то микробы их надо убирать а если вы все-таки выбираете между индексом и бествей лучше все-таки купить и бествей и фильтр чем просто индекс большой на эти деньги на эти деньги то есть вы не продлите срок службы там надо в два раза больше а то что пишут отзывы у кого-то что-то там сдувается набирается плохо протекает но это в индексе тоже такое бывает поэтому они набираются вода еще потому что неровная площадка в общем бествей хорошая фирма это не реклама просто совет как сэкономить деньги и так следующий тезис это размер размер 240 вот реально за глаза не фанатейте не выкупаете там трех трех с половиной метровые надувные потому что вы попадете на огромное количество воды который вам нужно менять циркулировать там перекись то же самое вливать гораздо больше у вас получается будет а удовольствие вы особо не получите потому что высота у них примерно у всех одинаковая а так всем спасибо кто досмотрел это видео в общем надеюсь она понравилась так что подписались лайк поставили и сказали мне спасибо а если будут вопросы задавайте в комментариях я обязательно отвечу